Дисциплинированный, уравновешенный, храбрый, ответственный и отзывчивый. Так, кавалера Ордена Леона, генерал-лейтенанта Владимира Аршба характеризуют друзья и боевые товарищи. Его почти полный тезка. Полковник Владимир Аршба познакомился с будущим первым министром обороны Абхазии еще в 80-х годах во время учебы в Тбилисском высшем артиллерийском командном краснознаменном училище. Ему нравилась эта военная служба. Он часто приходил в войсковую часть. Папа посоветовал ему поступить в местное близкое артиллерийское высшем командном училище. Война для Владимира Георгиевича Аршба началась рано, практически сразу после завершения учебы в военном училище. Первое ранение и контузию он получил в Афганистане. Но впереди его ждала еще одна война, теперь в родной Абхазии. В 1992 году в стране был большой дефицит военных специалистов. Знания и военная закалка Владимира Аршба в военном августе 1992-го были необходимы Абхазскому ополчению, как воздух. В первые дни войны я его увидел здесь, в районе универсама, вместе с Мучни-Хварцки. Они какие-то планы там рисовали, собирали ополченцев, там какие-то группы разбивали и так далее и тому подобное. В то время, как вы знаете, был дефицит военных кадров, а Владимир Георгиевич был действительно профессионально военный. Он заканчивал Тбилисское артиллерийское училище, после этого служил в группе советских войск в Германии. Потом был переведен в Армению. Это я уже как позже выездил, узнал. А здесь тут же, с началом боевых действий, тут же взял инициативу в свои руки. И вот они начали формировать какие-то группы ополченцев. В ноябре 1992-го Владимир Аршба был серьезно ранен. Впоследствии, пусть и не на передовой, но он приближал победу, грамотно руководя военными операциями. После войны в 1993 году Владимир Аршба назначается первым министром обороны Абхазии. Однако из-за ранений, полученных как в Афгане, так и в родной Абхазии, начинаются проблемы со здоровьем. И вскоре он вынужден прекратить свою деятельность на этом посту. Позже Аршба продолжает служить Отечеству в другом качестве, став советником председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам, а позднее военным комиссаром Абхазии. В 2004 году во время выборов Владимир Аршба баллотировался на пост вице-президента Абхазии в команде Сергеем Шамба. У нас были общие взгляды и суждения, рассказывает Шамба. Это был такой уравновешенный, спокойный человек. Я не знаю никого, кто мог бы сказать, что он когда-нибудь видел Вову раздраженным или слышал его повышенный голос. Никогда этого не было. Справедливый очень, в работе мог быть строгим, но всегда спокойный, вкратчивым голосом говорил и отдавал приказы. Его очень все ценили, любили. Вот подразделение, первое, которое во время войны, которым он руководил, еще молодым офицером, они просто благотворили его, как батю комбата. Сердце кавалера Ордена Леона Владимира Аршба перестало биться 16 января на 59-м году жизни. Этот человек, может быть, даже где-то в ущерб уставу, он всегда старался помочь человеку. Он никогда человеку не мог сказать, что вот я это не смогу сделать. Вот, мол, ты решай сам. Он всегда принимал в свое участие, всегда старался помочь, кто бы к нему не подходил. Это молодой ли, это взрослый ли, это воин ли, это вчерашний солдат, который сегодня служит в армии. Вот, всем он одинаково тепло относился. Вообще он был теплый человек, знаете, вот потому всем сегодня тяжело, потому всем сегодня, вот знаете, вот мы встречаемся друг с другом сочувствием. В самое трудное время он проявил хорошее качество, качество офицера, качество грамотного. И я считаю, что теми действиями, которыми он руководил, создавались из боевых групп и подразделений, как на Восточном фронте, так и у нас здесь. Все это, естественно, дало возможность приобретать боевой опыт ведения боевых действий, проводить разведку. Я считаю, что это был общенациональный, конечно, лидер, человек, которого уважали все буквально. Я вот вижу, как люди воспринимают это горе, которое произошло не только в его семье, во всем абхазском обществе. С большим сожалению и с большим уважением люди к нему относились. По распоряжению президента Абхазии Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по организации похорон первого министра обороны Абхазии Владимира Аржба, которые пройдут 20 января.